Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1157. Событие дня. Псалом 118.51. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. Ну, за 16-е. А почему за 16-е? Что-то не то. Наверное, за 17-е. Сегодня-то 18-е. Ну да. Ладно, тут сделать можно. Объявление, которое можно дать другим. Умерла сестра Дробот, Анастасия. Если вы умеете тормозить ее здесь, ударьте по тексту-то курсором, и остановится движение. Вот как ее хоронили, отпевали. Поминки. Все есть. Если есть желание помочь, то вот так-то. Избрали человека, которому можно послать деньги, доверенный Галиной Загуляеву. А вот дальше. Игнатий Тихонович. Узас какой-то. За этим синистским, похоже, очень большие люди стоят. Леон Христов пишет. Это голуби воркают у меня так. Один человек без биографии, без друзей, публичных товарищей и просто страниц в интернете. И хоть каких-то данных со стертым прошлым. Не смог бы такую огромную работу делать сам. И столько материала собирать со всех сайтов, и тексты придумать, и записывать, и монтировать, и эффекты выкладывать, и распространять на всех ресурсах, и еще на всех форумах и сайтах, угрожать несогласным, и к тому же не работать, неизвестно сколько десятков лет, и при этом каждый день одеваться в новую, стильную и дорогую одежду. При этом Синистский никогда не говорит о своей биографии и прошлом, о том, где и за что сидел, о том, за чей счет живет, по крайней мере, 10 лет. Пока он клепает ролики, он не работает. Но тогда откуда столько одежды и откуда столько денег у неработающего? Синистского нет нигде в интернете. У него нет ни сайта, ни страниц в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, Мейл.ру. Он скрывает свой скайп от всех. Он как конвейер роликов. Только вот направленный в одну сторону, так как он полностью закрыт и защищен от любого внешнего воздействия. И вообще скрывает любую информацию о себе. Это кажется очень странным. Видимо, у него все там очень жестко схвачено. И целый штат агентов какой-то корпорации или какого-то тайного общества им занимается и продвигает. Агенты Синистского меня бомбардируют тоже везде в комментариях. А я им пишу. Леон Христов. Такое. Или Христов. Павел. Тут смотрите, в чем дело. Синистского никто не трогал. Ну, вызвал его Лапкин. Тот не вышел. И забыли все про него. Но Синистский-то не забыл и стал как будто месть держать и выжидать. И напал скребетой на Игнатия. Синистский говорит о том, как сидел или не сидел Лапкин. При этом про свою отсидку скрывает. И тем самым еще больше убеждает людей, что за что-то неладное. Ну, а я-то выставил везде приговор суда распространяю в книге «Для Слова Божия нетуз» на нашем сайте. Подробно. Абсолютно все. Как шел суд. Что судья говорит. Синистского нет. Ни одного видео. О своем прошлом. За что и как и где сидел. За чей счет живет. Синистский требует от всех публичностей страниц в соцсетях фотографий. А сам-то анонимным остается и в плане биографии, и в плане страниц и соцсетей. Саша требует отчет с других. Но с себя не требует того же. Я повторяю, я первый раз, когда увидел его, посмотрел только анализ, ничего не слышал. Просто на пиазоме я понял, очень нехороший человек. Какой-то подлостью с лица у него и все это капает. Я один раз только глянул. И не надо мне даже говорить. А дальше то, что начал делать, я вижу только подтверждение. А почему? А Господь открывает. Леон Хрисов. А где железобетонная доказательство Синистского, что он не сидел? И почему он тогда скрывает, за что сидел и скрывает, откуда у него деньги, и кто ему ролики пишет, и его команда? Он же не один. Делает все, и документы, и паспорт. И почему боится в скайпе выходить с Игнатьем? Вы бы своего Синистского потрясли, и многое бы на свет Божий вылилось. Дальше Алекс Иванов и Дмитрий Французов. Как я понял, вы его официальные представители в Ютубе. А сам Гуру-то где? Так, Синистский же серый кардинал. У него ни контактов, ни мейл.ру, ни одноклассников, ни ВКонтакте нету. Ни сайта, ни скайпа. Он сам как конвейер роликов. Только вот в одну сторону экспорт, а на импорт у него все закрыто. Это Леон Христоф тот, Дмитрий Французов. Куда выходить-то, если у него все сокрыто? Пустословы, все болтаете и болтаете. Итак, не отвечайте. Где его биография-то? И покаяние за преступления, в том числе уголовные. Он типа не аноним. Где его контакты? Где его страницы в Фейсбуке, Одноклассников, ВКонтакте, Мейл.ру? Ничего нет, кроме клеветнических видео. Все про скайп, пустословите. Так где же его скайп-то найти, если он скрывает все? Он умирать не думает. Умирать будет, как от колдунам. Нужно матку выворачивать будет. Матису эту, балку над ними. Понесут демоны душу-то твою в ад. Вот он говорит, нападает кого-то. Какая же специальность нападать? Да для этого еще не надо. Бери кирпичи, как Смирнов научает. Сектантский дом, баптисты, да берите кирпичи, бейте в окна. Это не экстремизм. А почему? С властью связаны. Они без власти шагу не пройдут нигде. А этого столько поддержат. Ну, он сказал, ну, еще сказал. Нет, этого ничего не уменьшилось. Тем более он теперь, я говорю, он никогда не думал, что наткнется на меня. А вот теперь он наткнулся. А я уже вынужден молиться за него. Потому что любите врагов ваших, молитесь за них. Я это делаю. И он увидит, какие у него будут изменения. Это я вам гарантирую на 100%. На 100%. Он не будет знать, что с ним делается. Он будет выход искать. Метать с этой стороны в сторону. Когда он ослепил, и когда он ослепил, это было с волхвом. Когда он ослепил его, и он с стороны в сторону мыкался и не знал, где выйти. Он говорит, враг всякой правды, сын дьявола. Это тоже вот сын дьявола. Иначе его нельзя назвать. У него ничего нет божественного православия, секта, а пятидесятники, харизматы, для него церковь. Веры-то никакой нету. Безбожный хулитель. В чем оклеветал? Если это не так, пусть Саша в скайпы уходит с Лапкиным. Докажет ему, что он не сидел в тюрьме и покажет паспорт. А я выставил паспорта, и все. И расскажет, как на хлеб зарабатывал эти 10 лет. И с кем он ролики делает. Если такой честный Саша, то почему у него ни контактов, ни мейл.ру, ни одноклассников? Он только ролики изрыгать может. А для любого стороннего воздействие закрыт. Аймонс. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Я так понимаю, это отрывок из вашей автобиографической книги для Слова Божия Нетуз. Некоторые отрывки в инет-версии я читал. Хотел спросить. Вы как-то писали, что вам не давали право на последнее слово в суде. Интересно, по какой причине, может, власти боялись, что войдете в историю. Конечно, боялись они, но Господь так сделал. Они обманули в какой день. Сделали на день раньше, никого нет. А люди приезжие, прилетели с других республик. Ну, боязливая советская власть. Потому что некоторые диссиденты, которые не покаялись перед режимом-то, на своем последнем слове поставили как бы жирную точку над «и». Еще один вопрос хотел спросить. Вы свои книги подарили в библиотеке в Риге или в Венсплосе точнее? Я отвечаю. Нас очень хорошо приняли в Рижской библиотеке. Есть ролик, как мы передавали книги там. Там такая интересная по конфигурации библиотека. Они там, 38 книг. Последнее слово в суде не дали, потому что очень сильно боялись власти всего. Написано мной. Даже вот стихи эти, поставленные в обвинительном, не дали прочесть во время суда. Набатный колокол пророщит о России печальным грозным эхом погребальным. Гудит о предначертанном мессии, о предсказаниях сегодняшних и давних. Святая Русь отшельников пещеры, монастырей прославленный приют. Разбито все, стоит в своей роте щерев. По мету птиц подставил голый череп, вошь атеистов в стонмище иуд. Придал Россию братьям-масонам и руки вымел дворянин Вилат. Отправил Русь в путь древнего Самсона, в путь жернового почтания и стона, в Голговский путь архипелаг Гулах. Плен в Вавилоне семь десятилетий. Не столько ли голговский русский путь? Расстрелы, гвозди, оболгания, плети и алтарей разорванная грудь. Опомнись, Русь, кищливая без Бога. Отмщение тебе за все вдвойне. Устелишь трупами афганские дороги. Горам Израиля, где Гога и Магога, Армагеддон испепелит в огне. Пока ура, но это все пока. Гремят фанфары и текут войска. Туда простерта Ленина рука. Куда бы ныне взор не обратил, В погибель жесть руки на пьедестале Вилл. Пределы севера волнами катит к югу, Где Бог отрубит дерзостную руку. Гудит набат предчувствием суровым, Русь к покаянию во всех грехах зовет. Не извернут Вилл, спеши к ногам Христовым. В крови его и под его покровом Змеей ужаленной спасение найдет. 1980-й год Игнатий Лапкин за день перед арестом. Еще стихотворение «Клуб». Стоит громада камней, гранита, Культуры храм, безбожий каньон. Здесь старый мал российская элита, Глазеющая в прошлое свое. Писал Некрасов, где была молитва, Куренем амбра восходила здесь. Теперь гудит, как Куликова битва, Разврат, гордыня, матерщина, спесь. Клуб атеизма, черный клуб из дыма, Да преисподней жуткая дыра. Дрожит экран из савана Холстина, Убийство душ подсмертное ура. Поток из лжи и камнепад хуленей, Как селевой обвал, несется в зал. Припомните, как Вилл, коварный Ленин, Об этих душегубках предсказал. Кратчайший путь к людским умам и душам, Экран вблизи и теле издали. Смертельной хваткой пепелят и душат, Огонь страстей, безбожья, тартар стужи. Россию к катастрофе привели. Игнатий Лапкин, 1980 год, за неделю до ареста. Ничего себе. Дмитрий Игнатий Тихонович, поясните, пожалуйста, Что вы понимаете здесь под словом «красочно»? Есть пример. Если вы о качестве видосъемки, То здесь нужна полупрофессиональная видеокамера. Сейчас в основном все используют GoPro. Я отвечу. Посмотрите любой видеоролик Сергея Козлова. Он вставляет фото тех, о ком речь. Отрывки из наших живороликов не нарушают цельности данного ролика. Дмитрий, идеально было бы, Если бы вы стали добавлять под вашими роликами на канале Ссылку на Инстаграм. Пример. Инстаграм Игнатий Лапкин. Я отвечаю. Если только эти три слова, То вы можете это делать даже сами. Так будет лучше. Да благословит вас Господь. Владимир Нестеров. Я, Владимир, посмотрел несколько видеопередач с Илапкиным И выслушал мнение о нем служителей РПЦ. Мне мое сердце ответило. Прав Игнатий. Он как бы сошел со страниц жития святых в нашу современность И учит нас о зам христианства, не исполнив который нельзя стать христианином. Говорит правду в глаза без всякого лукавства и во благо человеку. Пожалуй, он один такой на один миллион проповедников. Виталий Калиников. Вопрос к Игнатию Тихоновичу. Куда должен тратить священник всю десятину, Которую ему приносит народ Божий? Поподробнее ответь, если возможно. Я молчу, не знаю. Игнатий Тихонович, Роман говорит, Отвещал ранее, что священник может тратить так, как ему угодно. У меня тоже такие вопросы возникают, чтобы ему ложно оправдать то, Что я не доевал десятину священнику нерадивому. Не надо платить только в том случае, Если священник торгует в храме, на территории храма. Тогда надо искать благочестивого священника, У которого исповедоваться и причащаться. Ему и отдать десятину. Ремонс. С долей иронии считаю, что Надежда Васильевна предупреждала ведь вас. Ей, наверное, надо было просить моральную компенсацию за клевету. Мой низкий поклон Надежде Васильевне. Она у вас от Бога. Представляю, как ей нелегко было в это время. Я правильно говорю? Реймонд пишет об этом. Вот, смотри. Она, вон она где-то сидит. Да. Во. А там у нас Володя Чебарничает. Если бы ты, если бы. Мне надо снимать, тут показать. Да, так. Филипп пишет. Сейчас я не знаю, в Финляндии вроде он или в Дании. Приветствую. Был у нас с вами разговор насчет великой вавилонской блудницы и вопроса, кто это может быть. Я говорил, что это в США. А вы? Что это в Москве? Я, считаю третью книгу Еза, прихожу к выводу, что, вероятно, вы правы, Игнатий Тихонович. Как бы мне не хотелось, чтобы было правдой. Да дело в том, что, когда говорится «пал Вавилон», то толкование только одно. Вавилон – это Рим. Толкование Андрея Кисарика Падокийского, там смотрим, Ефрема Сирен. У всех Рим, Рим, Рим. А теперь Рим-то пал, его нету. Второй Рим – это Константинополь, Стамбул. И третий Рим – Москва. А четвертому – небыти. Епифаний Славинецкий об этом говорит. И с претензией на то, что стали третьим Римом, это целое общество. Юрий Соболев. Отец Андрей Кураев прошелся по отцу Андрею Ткачеву. Кавычки. Удивительный риторический вопрос Ткачева. Мол, с какой стати я должен копать в ваших грехах-то? Ах, отец Андрей, это ваша профессия. Вам за это деньги платят. А что касается мелочного копания в своих и чужих грехах, то это не ошибка этой девушки. Это результат дурного монастырского пастырства в стиле архимандрита Юрасова с его книжками про тысячи грехов. Юрий Соболев. Сегодня из Сана, из Вергри, Партеерея Владимир Головина с его сыном иеромонахом Идуан Анастасием. Решение заседания. Тут вот, прочитайте. У нас уже этот был материал. Ну, раз скинули, я еще раз взял. Владимир Валентинович из Священного Сана. Что дальше будет, увидите. Прото-Илья. Юрий Соболев. Сегодня на вечерне я слышу многократное «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Сынок попрошает у меня «А зачем так много? Разве в одного раза недостаточно?» Это, пожалуй, тот случай, когда устами младенцы, Господь говорит нам. «Анна, благодарю вас за вашу работу. Мой сын Володя, ему 21 год, выбрал вас за наставника, слушает вас и берет для себя ваши советы и меня к вам направил. Очень душа радуется, что вы есть. Спаси, Господи, вас и ваших единомышленников. Господь посреди нас». Игорь Хромых. «Игнатий Тихонович, сними ты ролик про обед. И кто у вас там остался, кроме Володи? И желательно с рассуждениями о благовестии. Как там Никита, Виталик? Что о них слышно? О Петеряевке, как там Батюшка, Серафима и все остальные. Спасибо с уважением из Воронежа». Роман. «Когда люди плачут о своих грехах, тогда они ощущаются от греха. Но так как не идут ко Христу, слава Ему, то потом делают всем разлейшие грехи». Дальше прочитывайте. Андрей. «Аминь. Только жаль, что само священство благословляли, в кавычках, эти воины. А кто обрещал, что воевать это вопреки Христа, того объявляли еретиком». Роман. «Жаль, что мы сейчас не обречаем их, и поэтому ответим за наше молчание». Ну и дальше тут какой разговор, переписка, вот посмотрите. «Храм преображения Господа». Ну вот это что было в воскресный день. А про воскресный день еще сказать. Так же встали, записи ее делал. Батюшка был с собранием, все это выставили уже, записано. Отобедали, как всегда, в трапезной люди. Ну мы-то с Володей здесь дома. Нам запрещенную рыбу всегда приносит Людмила Степановна. Очень вкусная. Говорил, сколько раз не надо. Ну откуда деньги-то? Видимо, которые деньги собирают на топливо, а собирают через нее. Мне так кажется. Тут скрывать-то еще. Там одна Валентина Барышникова принесла, там булка нарезанная. Сует, Володя не берет, она дает. Я потом пошел, отблагодарил. А у нас как раз на этой неделе хлеб не выпекается. Нианила Щукина заболела. Тут практически все сказано. Потом я все рассказал всем, что у меня щетки пропали. И нашелся человек, Михаил Петрович Коряковцев. Я принесу, у него есть не одни даже. И он принес. И вот мы даже ролик составили такой сегодня. Я могу даже показать. Вот оно мы стоим. Я сейчас это вот возьму. Вот так. Ну и такой вот день прошел наш. Во славу Божию. Показать можно наши ресурсы. Это вот мой мир. Мой мир. Я показал почту, почтовые переходы. Ну а наш мир вот как выйдет, куда можно заходить. Я тут в шапке. Ну и дальше, есть ленточный вариант. Это сказать, 1600 тем. Форум. Ну а это уже наш, как сказать, видеоканал. Вот он как. Видеоканал. 141. Посмотрели, где мы с листовкой. 141. 144. Вот пока открывал, еще добавились. Ну и большой, во свете Библии, православный сайт. Вот здесь ответы. Самые ценные проповеди. Для слова Божия не отуз. Про меня все написано. Это не у Синицкого. И книги, и встречи. И 14 тысяч роликов. Вот так. Но все на этом на сегодня. Божия не отузанно. Божия не отузанно.